Здравствуйте, с вами Алла Верецкова. Вы смотрите передачу о мелочах из жизни. Наступило лето, пора отпусков. Как отправить ребенка в летний лагерь? Тема нашей сегодняшней передачи. И в этом нам помогут мои гости Наталья Щучкина, мама троих детей, методист по работе с вожатыми и детьми. Санатория ВИТА, город Анапа. И также Татьяна Кондикова, директор оздоровительного образовательного центра «Юность» в городе Димитровград. Вот первый вопрос у меня такой, Татьяна, к вам будет. А с какого возраста можно отправлять ребенка в лагерь? Вы знаете, здравствуйте, дорогие зрители. Хотелось бы сказать, что все это очень индивидуально. А вот в наш лагерь приезжают дети с 6,5 лет, хотя норма с 7 до 17. Но у каждого ребенка есть свой социальный опыт и свой социальный возраст. Поэтому родители должны быть очень внимательны. Приглядевшись к ребенку, можно после первого класса отправлять ребенка сразу, если он контактен, если он имеет навыки самообслуживания. Бывает так, что ребенок где-то к младшему школьному возрасту, к 9, к 10 годам приобретает этот навык личностный, тогда ему можно уехать и в этом возрасте. То есть родители должны быть очень внимательны и начинать всегда должны с своего ребенка. Посмотреть, готов ли он на 21 день остаться в лагере один с вожатым, с воспитателем, но без помощи родителей. Чтобы это не было стрессом, чтобы это не было для него серьезным таким испытанием жизненным, надо, безусловно, вот этот возраст, психологический возраст ребенка определить родителю. То есть норма с 7 до 17, но у каждого ребенка есть свой возраст. И решать и принимать решение, конечно, будут родители. Спасибо, Наталья, как вы считаете? Хотела бы тоже поздороваться, день добрый. Вот знаешь, на примере своих детей, у меня первый старший сын, он был готов, вот сейчас Татьяна как сказала, он был готов в 9 лет поехать в лагерь и как-то более самостоятельный стал к этому времени. Средний ребенок у меня готов был с 6 лет уже ехать в лагерь, потому что он уже мог как-то о себе позаботиться, самостоятельно одеться, принять душ и все остальное. Поэтому у нас так и получилось. Старший попал впервые в 9 лет, младший получил 6,5. Вот, и ни капельки я не жалею, и считаю, что да, действительно, это настолько индивидуально, что нужно действительно родителям самим вот это вот принимать решение, сможет ли мой ребенок или нет. Из своего опыта могу сказать, что я была первый раз в лагере одна на 21 день полноценных в 10 лет. И мне было, не скажу, что совсем некомфортно, но были моменты, когда я действительно скучала, когда я звонила маме, когда я плакалась, она приезжала, мы виделись. Но после того, когда я побыла вот первый раз, я потом ездила практически каждый год, и я потом с нетерпением уже ждала лето, чтобы наконец-то съездить в какой-нибудь еще лагерь, потому что вот эта атмосфера, незабываемое общение со знакомыми, друзей всегда приобретаешь, это очень, конечно, здорово, колоссальный опыт, но да, здесь все индивидуально, я согласна. Алла, еще у меня одно есть предложение родителям подростков. Вот сейчас они очень много времени проводят у компьютеров, да, и школьная жизнь, это совсем другое. А вот в лагере это настолько волшебная атмосфера, что есть и родители, которые говорят в 13 лет, что возможно ли, задают такой вопрос, возможно. Ребенок не ездил ни в 7, ни в 9, а вот в 13 у него появилась референтная группа друзья и подростки. Они ему предлагают вариант поехать в лагерь, и он под общую компанию соглашается приезжает. Это тоже уникальный опыт. Понимаете, у нас вот есть такая подростковая смена, она уже много лет в лагере, она третья. Смена для подростков, мы ее называем условно лидерская. Туда приезжают только дети 13-17 лет. И вот я хочу вам сказать, там совсем другая атмосфера. Там дети-подростки, настолько хорошо, что они свободны от родителей, и ребенок начинает ездить 13, 14, 15, 16. Гимназисты, привет им, большой, 33-й гимназии у нас закончили десятиклассниками в наш лагерь, а ездили с 7-го. То есть хочу вам сказать, что в любом возрасте на самом деле возможно. И есть такие практики, вот первая смена для детей младшего возраста. Там дети только с 7-ми у нас и до 12-ти. Есть смена третья, когда дети с 13-ти и выше. То есть выбирай на вкус, как говорят, но родители будут принимать решение, конечно, вместе с детьми. Конечно. Наталья, как правильно все же выбрать лагерь? Ну, здесь, я думаю, все идет из семейного благополучия. То есть путевки, которые в местный лагерь, их можно купить подешевле. Есть категории детей, которые могут попасть даже, я знаю, что и бесплатно. А вот на море, там уже путевка идет дороже. Есть организации, которые отправляют тоже детей на море. Там тоже родители платят какую-то часть и уже отправляют свое чадо от организации. Вот поэтому здесь как бы ценовой вопрос. И еще вопрос предпочтений. Если это мальчик, может быть, нужен лагерь со спортивным уклоном, кому-то оздоровительный. А вот если в целом ребенок здоров, то здесь нужно уже исходить, наверное, из цены и предпочтений ребенка, чем он любит заниматься, какой образ жизни он ведет. Конечно, согласна с вами. Знаете почему? Потому что сейчас очень много спорят родители, директора лагерей, наши методисты, как выбрать лагерь. Сейчас очень много типов лагерей. Это так здорово, что вот раньше у нас был пионерский и все. И направление. Есть спортивная лагеря, есть тематические, есть профильные, танцевальные у нас есть, английские, языковые, оздоровительные. То есть, понимаете, от чего отталкиваться. Но вот недавно мы разговаривали с родителями накануне новых смен. И родители говорят о том, нам все-таки очень интересно содержание. Нас интересует программа. Что меня очень радует, что родители сейчас задают вопрос. Программы какие, чего вы будете учить детей, что нового они узнают. То есть, родители у них тоже задеваются познавательной активностью. То есть, родители больше делают акцент на развитии, нежели о питании ребенка и какие будут там полезности. Ну, как-то они ровно, спокойно относятся. Второй вопрос, это безопасность. На сегодняшний день, безусловно, выбрать, спрашиваю, вот вы, папа, вы все-таки для двоих детей, какой лагерь хотите, он говорит, там, где безопасно. Есть и такая точка зрения. А есть точка зрения, что меня интересуют воспитатели, вожатые. Это тоже имеет место быть, потому что очень важно, кто находится с ребенком. Да, это еще одна категория. Есть ли у вас бассейн, кто-то спрашивает. То есть, таких вопросов и рекомендаций мы сейчас можем дать очень много. Но у каждого родителя, мне кажется, в семье есть свои ценности. И есть ребенок, от которого надо отталкиваться. На самом деле, что он хочет. То есть, только пожелания ребенка и родителя. И плюс свои возможности материальные. Это тоже очень важно. Да, Татьяна, вот скажите, пожалуйста, какие документы обязательно нужны для летнего лагеря? Вот когда ребенок впервые 14 января в нашем городе Ульяновске, в Ульяновской области, начинается здравительная кампания. И начинается регистрация на сайте лето73.ру. Вот туда родитель может электронно. Это для всех и Ульяновский регион? Да, это Ульяновская область. Это большой сайт, который принимает заявки родителей. И туда входят 4 документа. Улица, пожалуйста, запомните, уважаемые родители. Нариманово, 13. Телефоны мы потом в конце передачи продиктуем, наверное, для родителей. Сейчас могу продиктовать. 43-30-31, ульяновский телефон. И, простите, я ведь записала. Вот здесь. 43-43-72 и 43-31-12. Это всю информацию можно узнать по документам, по лагерям? О всех лагерях, о ценах, о профилях лагерях. Ну, все-все-все буквально. Там работают специалисты, которые дадут всю информацию. Какие справки в итоге нужны? Вы приходите на Нариманово или по электронной почте, отправляете заявление о приеме в лагерь. Вы обязательно туда отправляете копию справки с места учебы. Потому что это очень важно. Из другого города ребенок поедет за полную стоимость. Ну, условно, стоимость путевки 25 тысяч. Вот ребенок из Самары приезжает за 25 тысяч. А ребенок в Ульяновской области, имея справку из школы номер 33, приезжает за стоимость вот у нас 12 800. Это другая цена. Это родительская плата. Обязательно требуется паспорт родителя. Или это опекун, может быть, или мама с папой. То есть копия паспорта родителей, который привозит ребенка. Ну и, конечно, свидетельство рождения. Это самый важный документ. Это самое необходимое. Это самое необходимое. Есть еще какие-то документы? Когда приезжаете в лагерь, то там появляется договор с лагерем. Там появляется справка 79 о здоровье ребенка. Там заполняется очень важный документ. Дорогие родители, заполните его. Это анкета. Это анкета для лагеря, где вы подробно напишите все особенности вашего ребенка. Что у него со здоровьем? Есть ли какие-то аллергии? Есть ли особенности характера? Может быть, он у вас молчаливый, но внимательный слушатель. Понимаете? Поэтому вот такие анкеты, это заполняется там в лагере. Когда уже ребенка привозят, но 79-ю справку о здоровье привозят обязательно с наличием копии сертификата о прививках. Вот эти документы являются минимумом. Вот скажите, я в свое детство практически каждый год ездила в различные лагеря. И семья у нас, в принципе, была нормальная, благополучная. Но вот, видимо, может быть, по состоянию здоровья, по желудку я ездила в различные санатории. Это Ундеры, это Солнышко, Вишкайма, Зоя Космодемьянская, Искра. И даже вот сейчас не помню все названия. Вот сейчас у людей есть возможность поехать бесплатно? Вы знаете, конечно, возможность такая есть. Но она есть у определенной группы детей, и их родителей, и семей. То есть это в первую очередь дети малобеспеченные. С 1 апреля начинается обычно набор заявок для детей вот этой социальной группы. Они так называются трудной жизненной ситуацией. Это дети малобеспеченные, это дети опекаемые, это дети, у которых есть проблемы со здоровьем. ОВЗ, они так условно называются, ограничения возможностей здоровья. И есть еще дети, которых мы как бы говорим о том, что они относятся к категории детей инвалидов. Потому что есть особые лагеря, даже у нас палаточные есть для детей инвалидов лагеря. Мы о палаточных, кстати, не вспомнили. Я знаю, что в Кузоватово замечательно есть. Вместе с родителями, причем Надежда такой организует смены, и они с родителями приезжают и проводят там 10 дней. Но это все равно уникальный опыт. И вот эти 4 категории, многодетные, опекаемые, малобеспеченные, ОВЗ и дети инвалиды, имеют право на бесплатные путевки. И определенные справки должны быть доставлены. Да, и определенные для каждой категории есть особая справка. Вот тот центр лета дает информацию абсолютно всю. Обязательно уточните, узнайте, и ваши детишки тоже могут отдыхать в летних лагерях. Наталья, хотелось бы спросить вас, как маму троих детей, как же вы собираете чемоданы своим деткам? Что же туда сложить самое необходимое? Ну, во-первых, начинаем, значит, со сбора одежды. Начинаем с нижнего белья, чтобы, как правило, вот я, например, могу забыть, поэтому с самого начала кладу нижнее белье. Как правило, где-то трое трусиков, да, и четвертые на ребенке. Плюс носочки. Если это девочка, то, естественно, девочка постарше уже там более глобальные вещи личные. Майчики как таковые, вот обычные, простые, которые одевают в школу, я не кладу, в них смысла нет. Вместо этого я кладу футболки. Да, где-то четыре штуки, в принципе, хватает. А они сами потом себе стирают одежду? Вот я знаю, что вот в санатории, в котором работаю я, там есть прачечная. Она работает раз в неделю, ребята собирают свои вещи, ну, кроме нижнего белья. Нижнее белье детки стирают сами и сдают его на прачку. Потом им это возвращают уже чисто, и ребята уже разбирают свои, где свои вещи. И здесь вот еще немаловажно, как бы, если маленький ребенок, то подписать ему вещи, да, какие-то бирочки. Потому что зачастую мама купила что-то новую, футболочку, а ребенок ее не знает. Вот он надел один раз и бросил, и забыл про нее. А там уже с обратной стороны написано. Вася, там, Петя, и все, он же знает. Обувь кладу обычно сланцы, это для бассейна, пляжа, для душа, да. Далее сандалии, повседневная обувь, и плюс еще кроссовки. Обязательно нужно положить спортивный костюм, потому что утро начинается с зарядки, и поэтому необходимо. Плюс еще джинсы какие-то на повседневную носку, шорты, потом еще что, кофты обязательно. Да, и головной убор, потому что это лето, это жарко, поэтому головной убор необходим. Животворение тоже как минимум два головных убора, да? Лучше, да, теряют дети, потому что, ну, я знаю, вот тоже во многих лагерях есть такое место потеряшки, где собираются все, и там можно... А вот различные полотенчики, вот это вот все складываете, или все это есть в лагере? Вообще вот в санатории, вот, я знаю, что большинство предоставляет уже полотенце, это большое банное и лицевое полотенце. Но полотенце вот для... Если мы идем на пляж, если мы идем в бассейн, то берем какое-то свое уже полотенце, чтобы ребенок, потому что он несет ответственность за вещи, вот в санатории, лагере. А вот скажите, а как насчет аптечки? Может быть, какие-то там вдруг таблеточки или еще что-то? Это вообще можно складывать родителям? Нет, вообще нет, ребенок, он есть ребенок, да. Поэтому не дай бог... Только взрослым уже, допустим, можно, да, старшеклассникам. Вдруг таблетка от головы, или... Вообще лучше, как бы, если у него, например, какие-то есть показания к приему этих таблеток, то... Через вожатого. Тоже через вожатого. Когда приезжают, сдают ребенка, об этом нужно сказать и передать на медпост. И медсестра уже, он будет приходить, и она будет уже выдавать эти таблетки, чтобы, не дай бог, никаких ситуаций не случилось. А так, да, бывает, кладут родители, вот тебе там горлышко заболит, на тебе таблетку лучше не надо. Если ребенок поехал, у него болело горло, да, вы ему там дали на дорогу сколько-то таблеток, это понятно. Это по-родительски понять можно. Но остальное уже, там врачи, там обязательно дежурный врач каждый раз. То есть я тоже согласна, что не надо лишним? Даже взрослым тоже элементарно таблетку от головы не нужно что-то. У нас сейчас очень, к сожалению, часто бывают дети, у которых есть хронические заболевания. Вот как только родители дают нам ребенка, он, мы приглашаем медика, и во время медицинского глубинного медосмотра родители предупреждают и отдают препараты, которые хранятся в медпункте, или утренний прием. Утром проходит медик и отдаёт лекарство, или вечером. Но это всегда должно идти под присмотром медика. Это однозначно. И ещё обязательно в нашей области и в нашем регионе нужны браслеты от комаров. Вот это тоже очень важный момент. Комаров у нас много, они бывают всё лето. У нас проходят специальные обработки. Но тем не менее, желательно, они сейчас в игровой форме, они их носят, они цветные, но они должны быть. И ещё отдельная просьба, товарищи родители, обязательно книгу давать. Есть такое понятие «тихий час». Сейчас есть альтернативные «тихие часы». Но когда у ребёнка есть книга, телефоны, вот в нашем лагере, мы не разрешаем пользоваться во время «тихого часа», потому что это не отдых. Да, они у нас хранятся в воспитательстве, со взрослыми детьми мы договариваемся. На время периода «тихого часа» этих двух часов дайте возможность отдохнуть глазам. И вот тогда возможность, кто не засыпает, берут книгу в руки. Подростки начинают читать, привозят свои рекомендованные книги, иногда засыпают, а малыши очень часто читают и сказки, и «Гарри Поттера». Книга, она нужна в лагере. У нас есть библиотеки, конечно, мы можем порекомендовать. Но лучше, если бы они свои книги. Вот, Татьяна, скажите, какие вожатые должны быть, и как вообще осуществляется их подбор? Вы знаете, нам повезло, нашему лагерю очень повезло. Мы очень любим своих вожатых. Есть такой молодежный инициативный центр организации в нашем городе. Вот они у нас уже работают почти 9 лет. Начиная с детей, теперь они выросли. Маша Труничкина возглавляет педагогический отряд замечательный. Но я хочу в целом сказать, что в нашей области в последнее время, где-то последние уже года 3, очень серьезно занимается педуниверситет подготовкой вожатых. Очень интересная идет программа в педуниверситете подготовки ресурсным центром. Прежде всего, для меня, как руководитель, это те люди, которые очень любят детей. А возраст имеет значение? Конечно. Какой должен быть? Они только старше 18 лет, потому что они так же, как наши воспитатели. И до какого возраста желательно? Ну, желательно, вы знаете, здесь я знаю, что зависит все тоже индивидуально. Желательно, конечно, бывает иногда, и в 24 года он вожатый в душе, он вместе с детьми бегает, он радуется. А что, 24 года это уже поздно? Ну, иногда хотелось бы, чтобы они были у нас вот 18-19 лет, потому что за ними очень легко идут дети. Возраст он дает свою специфику. Да, они с ними разговаривают на одном языке. Но все-таки, наверное, дело даже не в возрасте, а насколько сам себя ощущает этот человек. Конечно. Мне кажется, если бы я сейчас пошла в 35 лет вожатой, я думаю, у меня бы были замечательные отношения. Конечно. У нас воспитатели, у нас вот знаете, так, где-то в лагерях есть только вожатые. Мы знаем с вами Артек, Орленка, они работают по этой системе. А у нас на отряде работают сейчас один воспитатель и два вожатых. То есть у нас есть взрослый человек, это такая мамочка и папочка, который следит за гигиеной, навыками самообслуживания, дежурства, накрывание в столовой, порядок в комнатах. И есть вожатые, которые просто с утра до вечера занимаются их досугом и, конечно, образовательным блоком. И я хочу вам сказать, и те, и другие, это те люди, которые просто говорят на одном языке с детьми. Они очень любят детей, они любят играть, они любят учиться. Это вообще говорят, что это профессия такая летящая. Это профессия, мне кажется, без возраста. Это человек в душе. Я сейчас сразу могу вам сказать, человек вожатый, его сразу видно. Сорок ему, пятьдесят. Он всегда остается организатором великим. Вы знаете, я уже несколько раз была и вожатой, и воспитателем. Ездила как раз и в Анапу на два с половиной месяца целой смены. Это незабываемые времена. И за это время ты так привыкаешь к детям, и дети к тебе, что столько слез, когда мы разъезжаемся. Потом, конечно, мы переписываемся. И вы знаете, до сих пор, даже сейчас, меня находят мои дети. С того времени, это 2003-2005 годы. И мы можем пообщаться, там уже такие взрослые, уже 25, по 30 самим уже лет. Это очень здорово. У них уже свои дети. Да, у многих свои дети и семьи. Вы знаете, мы их называем очень часто вдохновляющие личности. Они для детей становятся вдохновляющими личностями. И родители, когда очень часто, я рада этому, звонят и благодарят за вожатых, вы знаете, они говорят, он стал другим. Он говорит, наша Маша читала, она громко не говорила. Она была такой-такой. Дети становятся похожи на вожатых. Они перенимают их модель поведения. Это классно и здорово, что в таком социуме, да, эти люди, они действительно их намного вдохновляют. Это здорово. Наталья, а что делать, если ребёнок не хочет ехать? В лагерь, но путёвка уже куплена. Вообще, как бы, нужно заранее планировать, да, и разговаривать с ребёнком. А хочешь ли ты поехать в лагерь? То есть не кидаться, покупать путёвку, а сначала поговорить с ребёнком. Если ребёнок говорит, да, вот я знаю, что у меня друг ездил, ему понравилось, вот, мама, я хочу именно в этот лагерь, купи мне, пожалуйста, туда путёвку. Но бывает такое, что да, перед тем, как ехать, мандраж, и я не поеду, я не хочу один, я передумал. Такое тоже бывает. Здесь прежде всего разговаривать с ребёнком, да. Давай ещё раз посмотрим, куда ты едешь. Давай перечитать программу, что тебя ждёт, заинтересовать его, чтобы у него появился интерес. Развеять страхи. Да, конечно. То есть это как невеста перед свадьбой, то же самое. Также ребёнок, который в первый раз едет, это нормально. Ни в коем случае не набирать, не давить, ах ты такой сякой, я купила путёвку, я деньги потратила, а ты не хочешь ехать. Да, ни в коем случае. Просто понять ребёнка, успокоить его, конечно же, поговорить, может быть, с теми, кто уже ездил, поделиться каким-то опытом, посмотреть, показать, есть видео, да, в интернете сейчас очень много. Патяна, вот как вы считаете, как подготовить правильно ребёнка к лагерю? Ну, вы знаете, этот период нужно начинать буквально чуть не с осени, мне так кажется. Потому что в течение года нужно делиться, мне кажется, вот мы сейчас с вами поделились уже каждый своим социальным опытом. У нас с вами есть опыт тех лагерей, и я помню своего первого вожатого, первый воспитатель лагеря в Нигае был. Это удивительный лагерь. Я вспоминаю наши мероприятия, выступления. Вот я своему сыну, прежде чем он собрался, сейчас уже взрослому, 33 года, вот когда он не хотел ехать в лагер, он говорил, я хочу спортивный. Спорт – это одно направление, а всё-таки социальная активность, когда человек учится общению с вами, с верстниками, со взрослыми. И вот я его убеждала, рассказать о своём опыте очень интересно, привлечь, наверное, интернет и мнение, привлечь, может быть, рассказы близких, знакомых, друзей, и обязательно мотивировать его, что там интересного. Представляешь, там можно узнать вот это, вот это. Там можно без родителей. Вот мы ходили встречать рассвет всегда в факеле. Это незабываемо. И сейчас наши выпускники, они живут уже в Москве, в Питере, они приезжают, и каждый раз мне звонят и говорят, мы сидим и вспоминаем факел. На всю жизнь эти положительные эмоции, воспоминания остаётся. Понимаете, это очень важно. Положительный, как я его правильно сказать, позитивный момент того, что там тебя ждёт, у тебя никогда не было в жизни. Это открытие, это настрой психологический, с которым родитель должен в течение, прежде чем... Вы знаете, у нас есть были два случая, такие на всю жизнь, я запомнила, когда просто ребёнка сдали в третий или четвёртый раз. Вот не надо, уважаемые родители, когда ребёнка за лето 3-4 раза в разные лагеря определяют. У нас мальчик для того, чтобы бежать из лагеря, своровал телефоны. Только потому, что он мне сказал, я не могу больше вставать с утра. Да, это перенасыщение, о чём он говорит? Что у любого ребёнка есть свой запас, резерв. Одна смена, ну, возможно, две. У каждого раздельно, да? Но убеждать ребёнка, раскачивать его убеждение, что там хорошо, там интересно, там весело, там костры. Они до сих пор у нас проходят, разные костры. Но ни в коем случае не носили. Потому что здесь мы сталкиваемся с тем, что ребёнок, он заложником становится принятие решений родителей. Я думаю, что родители стараются просто отправить ребёнка, так как они работают, занять его. Поэтому чем больше, тем лучше. Тогда пришкольный лагерь. Тоже есть варианты сейчас. Есть пришкольные лагери. Поэтому, может быть, как-то надо соединять это всё вместе. Очередование. Да. А вот скажите, Наталья, как часто звонить своему ребёнку? Это такой, на самом деле, тоже индивидуальный вопрос. Вот мой ребёнок, когда едет в течение года в лагерь, он мне практически не звонит. Это было первый раз, да. Он мне не звонил. И потом, естественно, я волнуюсь, куда уехал мой ребёнок, и всё. Но благо мы ездили с одноклассниками, поэтому кто-то кому-то позвонил, мы поделились, всё хорошо. Если ребёнку плохо, он позвонит вам тут же. А если, значит, у него всё хорошо. Поэтому не нервничать ни в коем случае. Но вообще до отъезда лучше договориться. Давай вот перед тихим часом, с двух часов где-то начинается тихий час, там минут за 15, без 15.2 ты мне звонишь каждый день. Может быть, раз в два дня, да, там, почётным, по-нечётным. Лучше один раз в день. Или вечером. Но вечером тоже такой момент, что у них там мероприятие, мероприятие, потом они ушли на костры, и уже дальше уже спать скорее, и всё, сон, да. И уже некогда. Поэтому лучше, на мой взгляд, лучше вот перед тихим часом. Татьяна, есть какие-то правила? Есть правила. У нас есть звонок родителям в вечернее время. Мы 15 минут, это как режим. Потому что, когда вот маленькие дети, они действительно каждый день хотят слышать детей. Да, мы договариваемся, о чём они говорят. Что расскажете? Воспитатель спрашивает, наш вожатый спрашивает, что расскажете родителям интересного? Это один формат разговора, да. Есть такие, есть у нас интересные события, когда ребёнку нужно, например, день отца. В этот день они звонят весь день папам и признаются им в любви. Говорят, какие они хорошие. Прошло лет 5. Вы не представляете. Мой папа плачет, бежит ребёнок с 12 лет, подросток, потому что я впервые ему сказала, что я никогда разу не говорил. И такие звонки бывают. Но есть родители, которые, опять же, принимают решения и говорят, ты должен мне каждый день в одно и то же время звонить. Вот этого нельзя делать, понимаете? Там тоже надо идти от потребности ребёнка, от его возможностей. Он занят на мероприятии, он стоит на сцене, а с ним всегда телефон. Не у всех мы не имеем права забирать телефоны у детей, они с ними. И вот ребёнок начинает переживать, он с отрядом выступает. Поэтому здесь, я согласна с Наташей, должна быть договорённость. Ты звонишь, ты первый инициатор. И, конечно же, систематически этого делать нельзя. Должно быть личное пространство. На самом деле, для того, чтобы уехать в лагерь, основная цель, мне кажется, это социализация. От родителей в том числе. А вот у меня сейчас вот такой вопрос. Что же могут потерять дети, которые никогда не были в летнем лагере? Как вы считаете? Потерять? Да. Конечно же, общение они могут потерять. Это те эмоции, действительно, костёр. Это незабываемо. Как это сказать? Сречка на ночь. Сейчас так и все это проходит. Да, поделиться какими-то своими личными переживаниями, эмоциями с друзьями, всё это пережить. И вы знаете, на самом деле, ребёнок, который ездит в лагерь, там он меньше сидит в телефоне. Что получит ребёнок, который останется дома? Мама, папа на работе, ребёнок сидит в телефоне весь день. Хорошо? Нет, не есть хорошо. Или это прошло, он даже не запомнил его. А там он будет помнить каждый день практически. Мама, у нас было это в этот день. Потом мы делали вот это. Да мы ещё, ещё кучу поделок всяких привезём. То есть, и будет рассказывать взахлёб, как он это делал. Поэтому, вот на мой взгляд, это здорово. А ещё знаешь, что интересное? Привезли мои дети. После первого года мои дети научились заправлять самостоятельно постели. И складывать стопочкой аккуратно бельё в шкаф. Их там научили. Да. Да. Поэтому я была благодарна. Я за свои, вот за 7 лет, не могла своих детей научить тому, что вот элементарным вещам. Всё делала сама быстрее. Раз, раз. А это я вот благодарна безумно вожатым за то, что они научили моих детей заправлять в постели. Ну, тоже как бы, да, самостоятельность, но в плане вот уборки. Татьяна, как вы считаете? Вы знаете, на самом деле, это такое счастье, лагерь, потому что такой среды нет нигде дома и нет в школе. Потому что здесь всё начинается, новый опыт. Вот опыт они тот не приобретут, который можно получить только в опыте. Например, болтушки, когда засыпают в лагере, когда они там в комнатах шепчутся. Девочки, секретики мы их называем, да. Или, например, я вам хочу сказать, наш лагерь в течение уже трёх лет ездит уникальный ансамбль из Казани, ансамбль слепых ребятишек «Незами». Они играют и поют бардовские песни. И вот вы знаете, эти концерты, ну, это когда мы спрашиваем детей, что за помощь больше всего. Да, и дискотеки, конечно. Но в школе тоже есть дискотеки. А вот какие-то уникальные встречи мы людей разных приглашаем. Так делает каждый лагерь. Но ещё, мне, знаете, кажется, что вот это сообщество, которое рождается, вот вечерние свечки, где к тебе вечером подойдут поддержатели, скажут комплимент 29 или 30 человек, скажут какой-то замечательный, хотя ты и учишься где-то на троечке, да, и не очень у тебя интеллектуально, ты вот не шагаешь впереди планеты всей, ты, может быть, и не лидер. А здесь найдётся каждый, скажет тебе одно доброе слово, эти воспоминания невозможно нигде повторить. Они и за ними потом и приезжают, понимаете. А уж как, когда соревнования, они кричат и болеют друг за друга. Когда у нас простенбол, мы играем в простыни, перекидываем мячик, и уникальная игра. Вот эти переживания, они плачут, целуются. Да, в школе есть, но в школе нет простенбола. Там есть просто волейбол. Поэтому уникальность лагеря, это нигде никогда ребёнок не переживёт. Это здорово. Ваши дети были в лагере? Да, он со мной прошёл много лагерей. Вот факел. Он сначала был вожатым, ой, простите, ребёнком, потом он стал помощником физрука, потом он стал вожатым, а потом стал физруком. Вы знаете, моему ребёнку старшему 9 лет, и я что-то пока его... Ну, не знаю, почему-то... Я пока чувствую, что я, не то что он, я пока не готова его отдать. Возможно, на следующий год обязательно. Это очень честно, Алла. Это очень важно, вы чувствуете своего ребёнка. Это здорово. Но на самом деле, многие родители не могут признаться себе в этом. Что ни ребёнок не готов, а прежде всего родители ещё не готовы отпустить своё чадо. Нам кажется, что всё-таки под присмотром дома ему будет лучше. Но присмотр – это любовь, это контрольная, это любовь родительская. Поэтому всё у вас впереди ещё. Конечно, обязательно. Наталья, что бы вы пожелали нашим зрителям? Впереди лето, поэтому я бы, наверное, пожелала провести его по максимуму, отдохнуть, так как родителям, конечно же, кто принял решение отправить своего ребёнка, тоже отдохнуть и дать возможность своим детям отдохнуть, не звонить так часто. Если, помните, ребёнку хорошо, он вам не звонит. Если ему плохо, он тут же сообщит об этом. Поэтому вообще принимать решение и, конечно же, выполнять всякие обещания. Ну, в общем, всё-всё-всё-всё. Хорошего, яркого лета. Спасибо. Татьяна. А мне хочется пожелать быть счастливыми родителями. Вот вы знаете, я верю в то, что счастливый родитель – это всегда счастливый ребёнок. А счастливый родитель, он очень легко чувствует, что же хочет ребёнок на самом деле. А быть счастливым – это значит быть спокойным, значит, что там работают профессионалы, что там будет безопасно, что там будет сбалансированное питание, что там ребёнок, эмоциональное благополучие, его будет иметь высокий уровень, что он разовьёт свой эмоциональный интеллект, потому что он там общается со сверстниками, он общается со взрослыми, он общается с вожатыми. Этот социальный опыт он приобретёт там. И будьте уверены, совершенно верно, Наташа, это такое доверие базовое лагерю. Доверяйте нам, пожалуйста. Мне хочется вам пожелать, чтобы вы верили, что вот весь коллектив любого лагеря в нашей области, он так любит и ждёт ваших детей. Отправляйте детей, ничего не бойтесь, приезжайте в гости к нам, и вы увидите, что ваш ребёнок подрастёт, он вырос. А что важнее для родителей, чтобы ребёнок взрослел. Мы ждём. Выстоятельно. Конечно. Проводите как можно чаще время с вашими детьми, наполняйте каждый день лета радостью, счастьем и теплотой, и всё у всех будет хорошо. С вами была Алла Дворецкова, мои гости и передача о мелочах из жизни, а мы обязательно увидимся с вами в следующем выпуске. Пока-пока. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok